Ну а пока к другим новостям. Операция «Атлантическая решимость». В нескольких днях от старта в Польшу прибывают подразделения сил НАТО, которым предстоит обеспечивать обороноспособность этого и нескольких других восточноевропейских государств на фоне стремительного ухудшения отношений Запада и Москвы. Отмечается, что эти силы теперь останутся в регионе в режиме бессрочной 9-месячной ротации. Усиление восточного фланга Альянса, реакция Брюсселя на действия официальной Москвы в отношении ее соседей, в частности Грузии, Украины и стран Балтии. Продолжит тему Валерий Кипелов. НАТО в Польше Отсюда и выбор места грядущих маневров. Это исторический день для народов Польши и Соединенных Штатов. Альянс наших стран очень силен, и мы доказали это, выполняя совместные миссии в Ираке и Афганистане. Америлом силы наших стран я бы назвал позицию, которую мы занимаем в трудные времена. После действия России в Грузии в 2008-м, в Украине, начиная с 2014-го и последние несколько лет у границ стран Балтии, в Брюсселе недвусмысленно дали понять. НАТО в случае необходимости выполнит свои обязательства перед странами-членами и защитит любого участника военного блока. В ближайшие несколько дней наши солдаты будут демонстрировать свои боевые способности. Они начинают тренировки на ближайших полигонах. Способность организовать все это так оперативно доказывает, что, когда мы работаем как одна команда, как команда-команд союзнических стран, нет таких вызовов, на которые мы бы не могли ответить. И нет таких расстояний, которые мы бы не смогли преодолеть, если это понадобится. Нет оккупации Польши, Янки Гоу Хоум. Это уже лозунги людей с совсем другим отношением к военному партнерству с Америкой и НАТО в целом. Пара десятков человек вышли на протест. Причем не к зданию парламента, Министерства обороны или иностранных дел, а к воротам посольства США. Именно здесь, по мнению пикетчиков, формируется политика официальной Варшавы. Польша сегодня потеряла последние капли своего суверенитета, так как на ее территории находятся чужие войска. Я уже ничего от нашего правительства не жду. К сожалению, реальная власть с 1989 года сидит здесь, а польское правительство является де-факто исполнителем приказов из Вашингтона. У Польши нет никаких интересов в Североатлантическом альянсе. Польше следует сотрудничать с Востоком. Евразия – замечательный континент. Антиамериканские и пророссийские настроения расцвели в нескольких странах Европы во многом по причине разрыва тесных торговых связей с Москвой. После введенных Западом санкций в отношении Кремля, экономика менее богатых европейских государств сильно пострадала. Я услышал, что проходит демонстрация против американской оккупации в Европе. Так что я пришел сюда, ведь я французский патриот. Я не понимаю, зачем нужна НАТО в Европе. И уж тем более, зачем НАТО быть частью Европы. Это очень опасно следовать международной политике Америки. Эти люди в меньшинстве. Абсолютное большинство поляков разделяет опасения руководства НАТО. История взаимоотношений с Россией у всех ее соседей непростые. В том числе и у Польши, на которую, к слову, из-под Калининграда неприветливо поглядывают знаменитые ракетные комплексы «Искандер». На укрепление обороноспособности Польши и ряда других стран Восточной Европы в Москве отреагировали оперативно. Любая страна наращивания иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно. Именно таким образом мы это и воспринимаем. Мы смотрим на это как на угрозу для нас и как на действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности. Кремль традиционно отвергает обвинения Запада в расшатывании существующего миропорядка. Встречи дипломатов приводят лишь к новым скандалам. Отношения между Москвой и Вашингтоном уже находятся в состоянии новой холодной войны, говорят обозреватели. И теперь вопрос лишь в том, захочет ли новая администрация Белого дома новой перезагрузки. И отзовет ли Дональд Трамп свои войска из Польши. Таким правом верховный главнокомандующий США обладает. Валерий Кипелов, телекомпания «РТВАЙ». Продолжение следует...